И немножечко такой тревоги, вдруг что-то, спасибо за честность, да, вот у меня тоже вот на самом деле, и как мама, и как переживающая во всех смыслах, а вот, ну все-таки радость сегодняшнего дня, ну как-то подро, вот вы все зашли с улыбками искренними, радость есть? Есть, отлично. Я думаю, что вот еще буря всех эмоций, гамма всех эмоций, и главное о том, как любые эмоции могут быть на самом деле не препятствием, а нашими друзьями, нашими помощниками в достижении цели, об этом мы будем сегодня говорить. Еще понемножечку сейчас подтянутся все желающие принять участие в этой интерактивной лекции, а я представлюсь. Меня зовут Виктория Шаманская, я являюсь доктором психологии, специалистом в области развития эмоционального интеллекта. Я преподаю в МГИМО, в бизнес-школе Сколково, в РАНХИКС, в Московском институте психоанализа и других вузах. Именно темы, связанные с эмоциональным интеллектом, навыками будущего и о том, что нам сейчас вообще активно помогает. Кроме того, уже больше третий год мы ведем смены в Артеке. А то есть знаешь, что такое Артек? Отлично. Кто хочет побывать? Никто не хочет? Зря. На самом деле там уж родители хотят, я знаю, дети не понимают, а вот каждый родитель. В общем, родители, если вдруг захотите, у нас смены цифровое поколение профессии будущего, школы будущего, обращайтесь. Это реально, вот. Это правда очень здорово. Но самое главное, что здесь сегодня начинается очередной этап. И я очень хочу, чтобы этот учебный год здесь, в гимназии Сколково, совершенно потрясающий по всем параметрам. Очень важно то, в какой атмосфере ты учишься. Конечно же, очень важно то, с кем ты учишься. Кто тебя учит. Ну, то есть вот эти все составляющие, они здесь есть. Поэтому осталось просто пройти этот путь с удовольствием и с радостью. И для того, чтобы, может быть, еще чуть-чуть, этот год стал еще более приятным. Те знания, которые вы здесь получили, действительно стали вот теми знаниями, которые вы примените в жизни. Потому что мы об этом два слова скажем, но, к сожалению, не все, что мы узнаем в школе, мы, правда, потом помним. Как сделать так, чтобы это, в общем-то, происходило по-другому, тоже мы немножко поговорим. Но и несколько таких жизненных, как мне кажется, мыслей, которые в целом нам помогают потом пройти по этому пути с максимальным и успехом, и удовольствием. Итак, в путь. Друзья, у нас лекция интерактивная. Это означает, что в какие-то моменты я буду к вам обращаться, вы будете отвечать, что-то вы будете делать друг с другом. И здесь мне нужна, ну, прям, ваша помощь и ваше участие на 100%. Готовы к этому? Да. Отлично. Тогда начнем мы с такого вещи, когда все сейчас вместе поднимем руки пять раз вверх. Вот таким образом. Давайте. Один, два, три, четыре, пять. Как ощущения? Ну, уже получше, правда? Вот это очень важно. На самом деле, вы знаете, в наш век новых технологий мы все забываем о том, что, собственно, мы находимся в конкретном нашем теле. И об этом будем говорить. И когда мы будем говорить про эмоции, про знание и про тело, собственно, это тот ряд, который позволяет нам полностью собой управлять, поэтому первое, что мы должны всегда сделать перед любым уроком, прежде чем быть готовым к знанию, мы должны подготовить свое тело к познанию. Простите за такое сложное словосочетание, но это именно так. Поэтому, когда будете выходить в доске, когда будете защищать какой-то проект, вот так попрыгать, поподнимать три раза руки вверх, это правда работает. Как бы просто это ни казалось. И, дорогие родители, перед любыми совещаниями, планерками или защитой чего-то на совете директоров, то же самое это работает. Мы действительно, в общем-то... Поэтому отлично, что мы уже как минимум включились, мы действительно немножечко взбодрились, и мы сможем узнать какие-то простые, какие-то, может быть, чуть более сложные вещи. Вот тело мы чуть-чуть подготовили, теперь про смыслы. Это замечательный человек. Все знают. Но родители молчат. Или наоборот, родители уже забыли, дети помнят. Когда Эйнштейна спросили, ну вот вы действительно такой умный человек, ну, так, наверное, вот, задача, нужно решить задачу. Представьте, что через час в Землю врежется комета. Вот что вы будете делать этот час? Как вы будете решать эту задачу? Кредит маркер. Ну, как вариант. А что с ним потом сделать? Ну, собственно, это был один из вариантов, но Эйнштейн ответил следующим образом. Он сказал, я 55 минут потрачу на переформулирование, а потом за 5 минут решу задачу. И вот этот момент, и я думаю, что ребята, которые сдавали уже там в 9 классе экзамены, кому сейчас предстоит в 11, и к этому уже готовятся, действительно, есть такие задачи в математике вообще очень часто. Вот что-то там накручено, намерчено, ты пока это не переформулируешь, ты ее не решишь. Есть такое? И, собственно, вот педагоги, действительно, они зачастую учат именно переформулировать эту задачку, и тогда она решается. И вот это умение по-разному переформулировать, найти новые способы решения какой-то ситуации. На самом деле, вот с моей точки зрения, это чуть ли не самое ценное, что мы выносим из школы. Потому что, ну, знать все ответы на вопросы в конце учебника, они не записаны. Соответственно, нам нужны разные способы решения этих задач. И это есть. Я такой совсем простой пример приведу, и вы точно поймете вообще, о чем идет речь. Например, вот такой замечательный ребенок нас спрашивает, а какая температура на улице? Ну, ему бодро... Какая температура на улице? 25 градусов. В этот момент мы ему дали знания. 25 градусов, да, да, вот примерно за, конечно. Но мы дали им модель познания. Того не осознавая. Если тебе задают вопрос, ты получаешь ответ. Но это только один вариант. Он опять задает вопрос, какая температура на улице? Мы говорим, а пойдем выйдем на улицу, почувствуем, как тебе самому кажется. Он говорит, ну, наверное, там 24-25 градусов. Мы дали то же самое знание. Но абсолютно другую модель познания. Ты можешь сам попробовать. Он еще раз задает вопрос, какая температура на улице? Тут мы вспоминаем, родители помнят, но некоторые из вас тоже, что был такой, раньше, до изобретения, как это, Яндекс.Погода, да, был такой термометр. Мы подходим к этому термометру и смотрим. 25 градусов. Знание не поменялось. Модель познания абсолютно новая. Ну и последний пример, так, чтобы уже дополнить картинку. Опять наш замечательный, как зовут наш замечательный герой? Георгий. Георгий спрашивает. Ну все-таки какая температура на улице? Он как с мозгом Эйнштейна хочет 55 раз переформулировать. И начинается напрашивать всех. И кто-то говорит 24, 25, 25, 25, 24. И он делает то, что называется потом в вузах маркетинговое исследование. И делает это прекрасно, потому что он понимает, что на один вопрос есть много вариантов ответа. И каждый раз, когда вы будете на самом деле находиться на уроках, вот попробуйте оценивать этот момент. Окей, мне дали знания, мне рассказали, что такое там сложение или что такое интеграл, или как, не знаю, образ русской женщины в литературе 19 века, или что-то из физики, химии, неважно. Какую вам модель познания я из этого приобрел? И может быть это будет главная ценность, с которой вы выйдете после школы. А пример того, что это действительно самое важное, это их очень много фактов исторических. Мне очень нравится вот этот. Что это такое? Это без подвоха. Железная дорога. Наш герой знает его. Отлично. Знаете ли вы, что когда была изначально железная дорога появилась, такие фланцы, бортики, они были на рельсах? Потому что стоял вопрос. Колеса были обычные, ну собственно, как там у тележки, как у чего-то еще, колеса были такие плоские, условно говоря. И дальше стоял вопрос, какими должны быть рельсы, чтобы вот эти вот колеса с них не падали? И соответственно, ну логично, значит нужно на рельсах сделать бортики, но как вы понимаете, это не технологично. Бортики ломались и делать это было, в общем-то, очень сложно. Умные люди переформулировали, какими должны быть колеса, если рельсы сделать гладкими. И собственно у нас появились те колеса, которые мы знаем до сих пор. И если мы оглядимся вокруг, если мы подумаем, мы поймем, что практически все, что нас окружает, это момент переформулирования. Как переключать слайды, как раньше был специально обученный человек, да, и ты подмигивал и говорил, следующий слайд, следующий слайд. Примерно так это приходилось делать, и тебе переключали. Как переключать слайды, не говоря, следующий слайд. Придумали, вот там презентер, кликер, у него еще множество названий. И так далее. То есть все, что, как включить телевизор, не поднимая попу с дивана. Можно включить пульт управления, да, изобрели. И так далее. Все, все, что нас окружает, это абсолютно результат переформулирования. Поэтому если этот навык мы приобретаем в школе, мы, собственно, можем двигаться очень хорошо. И что тогда получается? На самом деле, вроде как, вот выходишь, не важно, даже не со школы, а может быть и раньше. И кажется, вот у меня есть цель. То есть я вот здесь, у меня есть какая-то мечта. И путь должен выглядеть примерно так. Я права? Сомнения. Ну да, в общем. Да, к сожалению, путь не всегда выглядит прямо. Если мы к нему там приблизимся, есть даже такой эффект. Может быть, кто-то о нем слышал, не важно. Он называется Данин Крюгера. Но на самом деле, действительно, очень интересная вещь. Я его наблюдала со многими взрослыми. Причем, понимаете, это умнейшие люди, успешные предприниматели, замечательные преподаватели, это, в Приханово, в Ранхикс, в Сколково, где угодно. И эти люди, которые очень много сделали в жизни, везде вдруг в какой-то момент говорят, а вот точно что-то я не уверена. Точно ли я все правильно делаю? Может быть, я недостаточно хорошая? Может, дорогие взрослые, к вам обращаюсь. Испытывали это на себе? И вот это вот удивительный момент. Есть главное, что еще те люди, которые, в общем-то, ничего особо не сделали, они, вот знаете, как это, немножечко знания узнали, и тут, и там остались. Значит, рассказываю, что это из-за эффект. Ось Х, ну как бы, да, вот то, что внизу, это количество приобретенных знаний. А ось Y, то есть то, что наверх, это уровень, ну как бы, уверенности в себе, самооценки. И вот что получается. Когда я узнаю какие-то знания, я иду-иду вверх, причем иду очень бодро. Раньше, когда это называлось, у нас в универе, это эффект второкурсника. Все второкурсники уверены, что они просто уже мега-гуру во всем. Было два эффекта. Одни у себя, у нас на психфаке, и медики, они у себя находили все болезни, которые изучаешь. Прям вот повально. Вот все, причем, не важно, от шизофрени, до пронодального психоза, все, что угодно. А медики, там совсем все, прям, тяжело. Вот. А второй эффект, да, кажется, ты знаешь все. И вот некоторые люди на этом пике глупости, потому что вот эта точка, когда ты немножечко что-то узнал, но дальше сильно не развиваешься, называется пик глупости. И некоторые люди на этом пике глупости останавливаются. Потому что дальше есть эффект. Я узнаю больше, я делаю больше, я пишу книги, я, не знаю, там, еще, даю какие-то экзамены, сам пошел самообразовываться, сделал какой-то проект. И вдруг, оказываюсь, в долине отчаяния. Потому что на графике вот такой вот провал. И, в общем, это достаточно тяжело. Я думаю, что, может быть, кто-то из вас, друзья, уже это, в общем-то, момент испытывал за и к своим 14, 15, 16 годам. Спасибо за подтверждение, бывает такой момент, да. Но тут все-таки есть склон просветления, по которому медленно-медленно поднимаемся наверх для того, чтобы выбраться на плато стабильности. Поэтому, правда, опять такой вот эффект. Туда-сюда, туда-сюда. И так, в общем-то, наш путь к мечте, он действительно, знаете, как такие горки самооценки. То есть нет вообще, на самом деле, вот успешности и неуспешности. Очень много об этом сейчас говорят в мире. А действительно понять, человек успешен или неуспешен, это такая иллюзия. Джобс. Пока он был у себя в гараже. Успешен или неуспешен? Ну, конечно, хочется сказать, что успешен и далее. Но вот с точки зрения, знаете, как это, объективного массового сознания нашлись бы те, кто сказал, да нет, ну вообще просто лузер, вообще ни о чем. Вроде бы создал что-то интересное. Успешен? Отлично. Уволили из компании? Опять лузер. Нет, опять успешен? Опять. И вот так всегда, если смотреть вокруг, что вообще думают и просто иногда говорят люди, ну, это не должно влиять на то, что внутри вас. Всегда ваша успешность, она на самом деле абсолютно внутри, абсолютно в этом сознании. Я вам дам одну такую, сейчас, цитату, да, такую цитату, в общем-то, помимо того, что вы пройдете по горкам самооценки, у вас даже еще будет такая мертвая петля. Ну, на горках американских все катались? Ну, не все, ну, примерно каких-то годов, мы видели как минимум. Где на машинках туда-вверх, там поднимаешься наверх-вниз, и ты даже катался. Слушай, значит, я вот не катался, видел, вот, молодец. Значит, я их так немножко, ну, побоюсь, но каталась. Вот, значит, и там есть мертвая петля. Вот такую мертвую петлю на самом деле пройдет каждый из вас, потому что мы можем перейти на следующий уровень, только пройти путь героя. И каждый из вас сейчас уже совершает, уже осуществляет этот путь героя. Что такое путь героя? На самом деле каждый из вас-то точно читал во всех книгах, фильмах, и те же замечательные герои, они все описаны вот по этой классической истории. Я очень люблю приводить пример на примере Хоббита. Помните, Хоббит, и там книжка начинается с того, что он очень не любил приключения. Ну, тут пришел Гендальф, что-то накорябал на стене, и поперли гномы. Жизнь перестала быть спокойной, и, в общем, он пошел, стал что-то узнавать. Оказывается, что у него есть какие-то тайные способности чему-то узнавать. И всегда-всегда есть жизнь, и когда ты куда-то отправляешься в такое приключение, есть момент такого, знаете, вот той самой долины отчаяния. Но дальше в лучших традициях тоже всех фильмов и жизни где-то третье дыхание открывается, как там тебя били-били-били, потом встаешь и все-таки вперед. И действительно все эти знания, те друзья, те учителя, и в прямом, и в таком косвенном виде, потому что учителями могут быть не только те, кто нас учат, а и наши родители, наши младшие братья и сестры, и знакомые. И это приобретается, и мы действительно переходим на совершенно новый уровень. И вот хоббит, конечно, уже перестал быть тем хоббитом, когда он вернулся обратно в норку. И вот такой вот путь героя всегда-всегда мы проходим много-много раз. Я не знаю, закон это жизнь или что-то еще, это такая уже философия, но без этого почему-то не выйти на новый этап развития. И вот поэтому каждый раз, когда вы чувствуете, что тяжело, и будет совсем плохо, и что-то еще, ну, наверное, значит, вы, в общем, подбираетесь к моменту, когда можно двигаться дальше. И для того, чтобы вот именно, понимая вот эти все составляющие, все знают компанию Google, да? Все знают компанию Google, ну, точно, все знают компанию Google. А вы знали, в общем, вот так выглядит их SEO. В общем, не все знают, как выглядит SEO. Все у Google выглядит так, и он считает, что в 2020 году, вот именно в связи с тем, что скорость изменений невероятная, что мы уже активно вошли, действительно, в цифровую революцию, об этом уже не надо даже говорить, спорить, или эволюцию. Об этом не надо, да, там, спорить что-то еще, как была промышленная в какой-то момент, и пять тысяч людей в пять утра шли на заводы для того, чтобы делать какие-то определенные действия. Сейчас вместо пяти тысяч человек, как вы думаете, в среднем на заводе такие же функции выполняет сколько человек? Три, три, да, вы сказали? Один, ну, три, один, десять, в общем, действительно порядок примерно такой. То есть, что делать всем остальным людям? И действительно, об этом очень много разговоров. И с одной стороны, удивительно, действительно, есть люди, которые приобретают вот эти навыки, которые, в общем-то, не распространены, и становятся, ну, выдающимися, востребованными профессионалами. А есть те, кто, ну, думает, ну, вот нас, наверное, заменят роботы. Это такой, получается, выбор. То ли за мной будут гоняться с невероятными, там, заплатами, что-то еще. Я буквально недавно вернулась из Барнаула. Средняя зарплата в Барнауле, ну, ты, блядь, как думаете, сколько заплаты в Барнауле? 15 тысяч рублей, да. 15 тысяч рублей, это не просто то, что она официальная, она правда такая. 15 тысяч рублей. При этом средняя зарплата программиста, 19, там, лет, 20, неважно, вот, совершенно, по которой может жить, точно так же, в Барнауле, но просто программирует, там, на бетоне еще ряд, это, в общем-то, приятных и перспективных, в общем-то, стеков. Как вы думаете, какая? Ребят, от 200. Давайте откровенно, от 200, и при этом за ними гоняются. И поэтому тот же один мальчик, в общем-то, может, или девочка думать, собственно, как мне прожить на 15 тысяч в Барнауле, и другой совершенно спокойно может зарабатывать, а 200 тысяч для Барнаула, ну, это просто звезды. Ну, понимаете, это все. И это абсолютно реально. И мы каждый раз вот в таком выборе, что же нам нужно, помимо действительно конкретных профессиональных навыков, безусловно, это очень важно. Еще важно развивать вот такие вот штуки, обозначенные на этом слайде. Перечень различных навыков достаточно большой, это один из таких квинтэссенций, в которых сходятся и в институтов, и в фьючер-штатах, и в Сингапур, и в России. В общем-то, в любом случае, вот это неплохо. Первая история – это эмоциональный интеллект. И несколько слов прям более подробно, мы даже его попрактикуем. Эмоциональный интеллект – это не только про умение понимать эмоции, чувства, переживания другим. Это про то, как эти эмоции, чувства и переживания сделать ресурсом для достижения цели. Дальше мы понимаем, что есть разные виды мышления. И это вот про переформулировать. И креативное, и системное, и критическое – они все нам необходимы. Естественно, мы работаем в режиме виртуального сотрудничества, вообще команд, потому что один у нас в Индии, другой в Сингапуре, третий в Варнауле, а все мы вместе делаем одну работу, и этому нужно учиться. Ну и еще всякие интересные инфекты типа трансдисциплинарности и межкультурную компетентность, я думаю, не нужно объяснять, а про трансдисциплинарность мы с вами поговорим. Но чтобы со всему этому пройти, мы сталкивались опять-таки на этапе с несколькими проблемами. Вот бывает одна из них такая. Вас не понимаю. Бывает такое? Ну бывает, бывает, и прямо это. Это грустно. И мне хочется, чтобы вы освоили прямо сейчас некие навыки, и точно их применяли и в учебном процессе, и иногда и в коммуникации с родителями, а родители с детьми. Вот. Потому что вот чтобы не было такой ситуации. Так уж сложилось, что часто коммуникация выглядит примерно таким образом. То есть, понимаете, я тут еще с учителями разговариваю, они говорят, вот я не понимаю. Ладно, не с учителями. Мой личный пример, вот знаете, не придумала абсолютно, вот прям вот мой пример. Выступала вместе с Андреем Брадеусом, нас попросили сделать, я не шучу, название было такой, в общем-то, серьезной интерактивной лекцией. Это журналистов «Очиновательный кишечник». Про связь эмоционального интеллекта с желудочно-кишечной системой. Связь прямая и очень четкая. Слово «квашеная капуста» за полтора часа не было произнесено ни разу. Хорошо статью прислали на согласование, в котором было написано. Если есть квашеную капусту два раза в неделю, то происходит развитие эмоционального интеллекта. Я не шучу. Где человек, в каком состоянии данный журналист находился, где он это взял, что происходило внутри, я не знаю. Потому что часто мы общаемся, мы можем сказать вот столько-то, да, дальше, что я говорю людям, а дальше есть еще замечательный, ладно, там пересечение маленькое, ну понятно. Но они же что-то еще где-то надумали. Поэтому родители не понимают детей, дети не понимают родителей, учителя не понимают и тех, и других, и получается вот эта история. Когда мы начинаем переформулировать, как раз мы решаем эту задачу в том числе. Ну вот из таких вещей, когда чувствуете, что начинается спор, можно вообще просто эту картинку сохранять и показывать. А мы точно сейчас с тобой не в этой ситуации. Я думаю, что ничего не надо даже комментировать, да? Визуализация понятна. Спор о том, что 6 или 9, он регулярный. Иногда даже в меняем на практике, я знаю, что некоторые ребята учителям показывали. Вот такой слайд, и говорили, мне кажется, мы сейчас с вами зря спорим, вот у меня просто другая конца, другая позиция, но она тоже достойна того, чтобы ее выслушать. Бывает еще замечательная вещь, все знают про частичку «не». Ну о том, что как это нехорошо, но при этом мы все равно это формулируем. Переформулируем постоянно. Ну вот, собственно, когда мы начинаем это проектировать, начинаем это визуализировать, то есть делали не позднее воскресенья. Человек что запоминает? Позднее воскресенья. Как можно это переформулировать? Ну давайте сейчас уже. До воскресенья. До воскресенья. Еще варианты? К воскресенью, ну, фактически все правильно, или до субботы, чтобы еще тут запасик оставить, и, соответственно, люди включатся. Отлично. А вот теперь мне очень хочется вот эту мысль. Мне кажется, она точно останется с вами на всю жизнь. Потому что вопрос вот этих смыслов, это не вопрос философии. Это абсолютно вопрос нейрофизиологии. И поэтому нам, конечно, говорят, ну, понимаешь, вот случилась какая-то проблема. Она может быть, мне кажется, еще надо очень пафосно это говорить, она может быть для тебя ресурсом. Ну, мы так говорим же, да? Ну, как-то вот все равно она не заходит, вот как-то не воспринимается. А на самом деле все так и есть. И вот эта картинка при даже вот таком свете, я думаю, у вас должно получиться. Силой мысли. Вы можете на верхнем ряду сделать ямки, а внизу выпуклости. Получается? А вот вы прямо подумайте. Наверху ямки, и они станут ямками. Внизу выпуклости, они становятся... А теперь поменяли. Получается поменять? Внизу получается выпуклости, а наверху ямки. Работает? А теперь, внимание, картинка не меняется. Там нету никаких этих, не знаю, там технических гифов или чего-то еще. Потому что наш мозг, он правда так устроен. Так видно? Не мешает? Вот. Потому что наш мозг так устроен. Я хочу, я определил что-то смыслом. Я хочу увидеть здесь ямки, я вижу ямки. Я хочу увидеть выпуклости, я вижу выпуклости. И в этом смысле это действительно абсолютно вопрос мозга. То есть у нас восприятие, уж простите, сейчас будет сложный такой какой-то термин. Восприятие это не пассивное, а просто восприятие сенсорных информации. Это всегда активное управление того, что мы воспринимаем. То есть вот что я хочу увидеть, я правда это и вижу. И тут очень важно теперь все наполнить смыслом. Да, у меня проблема. И да, она правда может стать для меня ресурсом, что я могу хорошего из него извлечь. И теперь мы понимаем, что это не просто красивые мотивашки в интернете. Это правда наш мозг так устроен. Но наши северные братья, они правда видят более 50 оценков белого. Потому что у них есть название на каждый из этих цветов. Мы их не различаем. Пока мы что-то не определили смыслом, пока мы что-то не наделили смыслом, мы не можем этим управлять. Наделив это смыслом, мы можем этим управлять. Сейчас мы в этом с вами убедимся, потренируемся. Ну, давайте вот с этой сейчас маленькую еще тренировочку сделаем, потом уже там с языками поработаем. Я плох в этом. Как можно переформулировать? Я недостаточно хорошая. А как же, частичка не? Давайте еще отлично хорошая. Я великая. А, ну можно, да, просто впрямую. А еще, а если так, чтобы все-таки оставить себе и на пике глупости, а так это, по склону. Мне нужно больше поработать. Мне нужно больше поработать, чтобы узнать? Или мне нужно что-то узнать, чтобы, да? Мне нужно больше работать. Ну, звучит так прям это, мотивирующе. Так, хорошо. Это слишком сложно. Это слишком сложно. Как переформулировать? Не просто. Опять, и не, и недостаточно, и все, и просто вот прям сесть и заплакать. А еще? Мне нужно? Мне нужно больше знаний. Или мне нужно что-то узнать, я хочу найти источники, где об этом узнать. Отлично, это слишком сложно. Или я могу это переформулировать. Или давай вместе это переформулируем. Ну, давайте еще один. Я никогда не буду таким умным, как она, как он там. Ну, и что? И все тоже прям загрустили. Я буду глупее, чем она. Но сейчас я буду счастливее, да? Это тоже хорошо. Говорят, ума. Еще варианты. Видите, нам не так просто, оказывается, вообще простые фразы. А на самом деле нужно вот сильно как-то вот переформулировать. То есть я буду, о, я являюсь там умнее, я вот в чем-то, да? То есть я талантлив вот в этом. У меня есть свои таланты. А в этом я готов развиваться. Да? И готов стремиться как к тому, что достигает она. На самом деле вот прям вот каждый день потренируйтесь, и этот вот момент, он будет, станет такой, знаете, просто именно способом познания, да? Вот таким вот все время переформулированием. Вот эта фраза, которая написана наверху, обычно ее не очень любят родители. А я правда в этом убеждена, и всегда ее говорю ребятам о том, что ну на самом деле вот должен нет. Нет в этом, и никто никому ничего не должен. Как бы это страшно ни звучало. За каждым таким должен, оно всегда вот есть хочу. То есть когда мне подходят и говорят родители, знаете, вот занимался у меня ребенок там вот шесть, там, по-моему, шесть лет или сколько в музыкальной школе, пять лет в музыкальной школе, остался всего один год и хочет сейчас вот сбросить. Какой ужас. Ну должен же доучиться. Вот каждый раз, когда у нас внутри вот, а должен звучит, я говорю, а зачем? Не, ну как же, ну должен же. И вот этот вот момент, что вот просто должен, он действительно немножечко замыкает. И всегда нужно найти, а что есть в этой музыкальной школе, что конкретно ребенку даст. И дальше начинаем переформулировать. Может быть, действительно можно создать свою группу, как это, это не только вопрос, как бы, фильмов. Это правда, реальность, многие ребята начинают создавать группу. Почему еще нужно доучиться в музыкальной школе? Как вы считаете? Чтобы получить грамоту. Чтобы получить грамоту? Ну у меня есть где-то образование по музыкальной школе. Ну, я потом в музей не выходила фортепиано еще лет пять или семь. Она мне, ну, еще для чего. А если кроме грамоты? Неужели мы учимся только для того, чтобы поставить мне флаг? Давай. Получить умение и заканчивать начатое. В том числе и получить умение и заканчивать начатое. А если попробовать через хочу, что может хотеть ребенок, ну не ребенок, подросток, что может дать музыка в реальной жизни? Терпение. Терпение, это да. Кто занимался в ротепиано? Терпение. Терпение. Компания. Компания действительно можем найти. Это действительно время, это интересное времяпрепровождение. И точно так же, на самом деле, во всем. То есть пока мы будем говорить, что нет, ты должен, потому что должен, не сработает. Поэтому мы будем говорить с детьми на языке их талантов, мы будем с подростками выяснять. Если кто-то хочет стать выдающимся, там, не знаю, спелым режиссером, нужно понять, а что сейчас в школе есть с тем, что тебе поможет стать выдающимся режиссером. Если он хочет стать программистом, что сейчас есть в школе, как связано изучение английского языка с тем, что он станет программистом. И пока мы не научимся делать всякие вот связки, оно не работает. А для того, чтобы те знания, которые в школе мы припринимали, не забывались, потому что вторая глобальная проблема после того, что меня я не понимаю, я все забываю. Признаюсь честно, и вот прям вот всем, имея там красный диплом университета, а там очень серьезный у нас был подход к высшей математике и ко всему остальному. Сейчас, если меня спросить, что такое, как считать интеграл, я нормально его не посчитаю. Я думаю, что взрослые тоже признаются в каких-то моментах, которые, в общем-то, имеют неплохие дипломы, образование и все остальное, и не одно. Мы действительно вещи забываем. Как сделать так, чтобы то, что мы изучаем сейчас в школе, не забывалось? Я очень хочу, чтобы этот навык визуализации к вам, в общем-то, пришел. Кто из вас знает китайский? Поднимите руку. О, несколько человек знают. Друзья, для вас, конечно, это упражнение будет не столь, но остальные, большинство не знает китайский, честно, да? Учу. Учишь? Хорошо. Ну, тогда не подсказывайте, кто знает и кто учит, все-таки дайте другим попробовать. Как вы считаете, кто не знает китайский, что означает этот иероглиф? Не, мне нравится. Все сказали, что не знают китайский, и все сказали, что это человек. Нормально, хорошо. Уже хорошо. Но это к вопросу того, насколько нам визуализация, в общем-то, помогает переформулировать, да? Понятно, что вот действительно именно так, у кого есть блокнотики, можете даже потренироваться. Вот мне очень хочется, я вам обещаю, что завтра, не так, как я с интегралом, а завтра, послезавтра, и через сто лет. Да, через сто лет, окей. Это была оговорка, ну, пусть будет такая, вы вспомните, как будет писаться слово «человек». Итак, мы понимаем, если у кого-то есть блокноты, прям лучше потренироваться. И вот так вот, такой простой иероглиф изобразить. Ну, так, хотя бы, знаете, без вот дабы. Давайте хотя бы в воздухе попробуем это нарисовать, потому что нам нужно этот момент, знаете, зафиксировать. Отлично. Исходя из того, что это человек, мы дальше можем понять еще несколько иероглифов. Вот там, где два человечка следуют друг за другом, что это может означать? Кстати, толпа здесь есть. Вот там, где у нас много-много красных шариков, то есть человечек наверху, и еще два рядышка, то есть вот так, так, так. Так, это толпа. Это там, где два человечка друг за другом, это следовать. Но вот один я хочу, чтобы иероглиф точно заполнили. Вот может быть, у кого кто-то увлекается рыбалкой. Я лично рыбалкой не увлекаюсь, но у меня есть знакомые, есть те, кто увлекаются, отлично, которые об этом рассказывают. Да. И вот именно таким жестом, я не знаю почему, мне кажется, это на всех языках мира, но, судя по всему, и на китайском тоже. Когда говорят, какую рыбу я поймал, все показывают, ну, такая вот, большая. А, это глаза рыбалки, это был глаз, да, 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 вот именно так. И вот поэтому вот этот иероглиф, вот такой вот, да, человечек, который показывает, о, какая большая, означает большой. Воздухе рисуем, он нам понадобится. И я надеюсь, что слово там большой по-китайски мы точно все запомним. Ну, последний мужчина, ну, не важно. Это кто хочет, запоминает, мы там пока не будем. Итак, человек, понятно, большой. Запомнили? Завтра утром вспомним? Кто-то не вспомнил, посмотрим. Так, что означает этот иероглиф? К вопросу. Никто китайский не знает, все сказали абсолютно правильно. Действительно, это иероглиф означает огонь. А теперь внимание, как написать большой огонь? Подсказывают. Из двух иероглифов. Иероглифов. Так, большой, а второй? Так, если я сейчас вот буду изображать, вы мне скажете, правильно или нет. То есть, значит, вот так вот. Большой, правильно? Правильно? Так. Огонь. Так. Проверяем. Смотрите, мы на самом деле два, сразу с вами поняли, оказывается, не одно, а два слова. Нижняя действительно так и означает большой огонь. Вы знаете китайский, но пока я не помню, уже сейчас точно. А вот наверху узнали еще одно слово. Оно называется сердитый. И если мы чуть-чуть, немножечко подумаем, мы поймем китайское мировоззрение, мы поймем почему. Они считают, что в каждом человеке, собственно, есть несколько стихий. Вот. И если в человеке много огня, он сердится. Есть в этом какая-то логика? Ну, немножко есть. То есть, можно об этом подумать. И вот теперь внимание. То есть, вот, огонь, большой, большой огонь. Завтра вспомним. Поднимите руку, кто завтра вспомнит. А что остальные? Ну, остальные вспомним, что-то я поняла. Через 10 лет вспомним. Ну, вот, вспомните. Спасибо большое. Но я думаю, что точно лучше, чем я с интегралом. Поэтому, друзья, вот я очень вас прошу, когда вы будете на каждой лекции сидеть, вот этот момент переформулируй, переформулируй. Пусть это будет как, знаете, прям с аппаратом, таким вот, с визуализацией Эйнштейна. И вот этот большой огонь, пусть он станет вот такими ямки выпуклости, станут такими образами, которые будут вам всегда помогать. Как можно визуализацию вам на лекциях конкретно делать? Какие? Прям практика-практика. Есть такая вещь, как ментальные карты или интеллект-карты. Может быть, вы на каких-то уже с этим сталкивались. Делали когда-нибудь ментальные карты, интеллект-карты? Ну, отлично. В общем, когда мы делаем из лекции интеллект-карту или ментальную карту, мы действительно ее переформулируем. Когда мы делаем вот такую замечательную вещь, как структурирование заметок по формулу. То есть, у нас есть основные вопросы и мысли на лекции, у нас есть заметки и рисунки и ваши конкретные выводы. Потом по таким лекциям гораздо проще вспоминать и гораздо проще, в общем-то, это воспроизводить. Когда мы учились, у нас не было, мы не могли пропуглить, не было этого. И нам действительно, как стенографисткам, и стенографистам приходилось нас за лекторами прямо записывать. Вот, а это два разных функции, две разные функции мозга. Просто фиксировать и структурировать. Не очень сложно. То есть, когда вы просто передаете и просто фиксируете материал, у вас работает действительно как стенографистка. Вы просто, ну, вы на самом деле мозг, условно говоря, не включаете. То есть, вы просто, оно вот фиксируется. Когда вы структурируете в виде вот таких заметок, в виде интеллект-карты, в виде перевода на китайский язык или что-либо еще, вы действительно структурируете информацию. Структурируя информацию, потом сможете наполнять ее смыслом, вы сможете с ней работать. И это, в общем-то, я надеюсь, реальные примеры с того, как работает. Вот, как оно будет. Друзья, кто берет с собой, маленький берет, кто с собой берет принципы визуализации в этот учебный год? Родители возьмут в работу? Давайте возьмем. Это действительно, я очень хочу, чтобы вы действительно на этих лекциях, потом, когда вы сидели, они вам помогали. Вы максимум, как не как у меня сфинтеграла, все-таки все запоминали, использовали в жизни, и это было бы здорово. Следующий очень интересный момент, это статистика не по гимнатизе Сколково, безусловно, это статистика по всей России. Молее 50-60 тысяч детей приняли участие, и она, ну, лично меня, она безумно расстраивает. Она говорит о том, что более 82% детей хотят учиться хорошо в школе. Ну, то есть, прямо вот этот момент как раз успешности и всего остального, оно очень важно. Но не более 36% действительно ходят в школу с удовольствием. Вот я считаю, что это категорически неправильно. И, конечно же, в гимназии Сколково я уверена, что это не так, потому что, ну, здесь уже все изначально создано по-другому. Для того, чтобы это было еще с большим удовольствием, потому что, когда мы что-то делаем без удовольствия, этот самый должен, мы забываем, а еще страдает здоровье на самом деле, ну, и много-много таких негативных факторов. Когда мы что-то начинаем делать с удовольствием, сразу воспринимается это все интереснее. И здесь, скорее, вот слайд, посвященный родителям, что мы, правда, очень, когда всех спрашиваем, все очень хотят, чтобы дети были самостоятельными, подростки были самостоятельными. Но часто мы вот этот выбор не даем. Вот для того, чтобы этот выбор происходил, я очень хочу, чтобы сейчас обернулись друг к другу, вот кто как сидит, и ответили на такой вопрос. А какие, вот ребята ответили, какие таланты у меня, ну, прям друг другу расскажите, а взрослые бы ответили, какие таланты у моего, ну, там, ребенка, подростка, какие они есть. Если вы сидите вместе со своими детьми, ну, расскажите им, пусть вам ребенок назовет, какие у меня таланты, а вы ему скажете, какие у вас таланты у меня таланты. Поделитесь, расскажите, какие у вас таланты друг у друга. А, блин, вы развернитесь, сколько у вас замечательных женщин. Вы скажите, какие таланты, а вы это скажете, хорошо? Вот. Поделитесь, пожалуйста, какие таланты у вас есть. А родители, подумайте, какие таланты у ваших детей. Кто готов, кто готов поделиться? Какие таланты, кто, какие здесь таланты, ребята, с тобой. Дружный ряд, обсуждение. Какие наши таланты? О! Я хорошо посыпаю с утром. Это на самом деле. Давайте аплодисменты. На самом деле, это вообще очень важный талант. Я вот это состояние в школу, как-то, знаете, поднять зима, холод. Поднять, подняли, а разбудить, забыли вот это вот состояние. Я вот его помню до сих пор. Да, а какие таланты здесь? Так, а здесь? Харизма. Ну да, харизма. И сразу веришь, это правильно. Это здорово. Так, какие таланты у детей? Замечательные. Так. Талант диригир. Мы сейчас нерадостные. Замечательные таланты. А кто для взрослых? А можете, какие таланты у ваших детей? Ну, а как это? Разностороненность. Хорошо. Друзья, на самом деле аплодисменты каждому из вас. Потому что, ну, действительно, я истинно не считаю, что я ни разу не встречала и талантливых детей, и подростков, и этого, ну, просто вот ни разу. Их не существует. Другое дело, что, действительно, вот понять, какие таланты, это, действительно, вот ключик тому, то есть таким лейтмотивом будем, что вот нет, должен, есть хочу. Мы сможем научиться говорить на этом языке, действительно, желания, цели, только когда мы правду поймем таланты. И, кстати, это совсем не шутка. Таланты уметь рано просыпаться и легко вставать с утра. Талант жизни радостности – это, правда, талант. То есть, может быть, это кто-то хотел как-то пошутить, как-то проявить талант чувства юмора, но, на самом деле, это, действительно, талант. И можно вот от самых простых действий с ребятами, которые вот у нас вот такие вот маленькие, можно просто с ними рисовать такие лампочки и дальше смотреть, какие таланты и вписывать. Это, может быть, да, это, может быть, и танцевать, и петь, и просто улыбаться. Это, на самом деле, тоже замечательный талант. Замечать людям хорошее – это тоже талант. А могут быть вот такие замечательные вещи, когда, так, чуть-чуть светловато, но, в общем, суть в том, что мы можем просто эти таланты потом переводить в цели. Мы строим вектор целей по каждому. И вот для ребят, которые вот у нас здесь как бы как основная аудитория, вот эта вот история, каждый из вас может составить себе такую Т-образную модель обучения. Это вот такая буквка Т. Дело в том, что профессионал современности – это тот, который, с одной стороны, обладает очень глубокими знаниями, в какой-то одной отрасли, ну, неважно, будет это врач, будет это инженер, будет ли это маркетолог или как-то себе там, как психолог там. Вот нужно знать очень много вот в рамках этой сферы. Но, помимо того, что ты знаешь разные школы психологии, нужно еще знать анатомию, нужно знать, немножечко, как ни странно, там, взять навыками ораторского искусства, нужно обладать навыками маркетолога легкими, нужно обладать навыками дизайн мышления как инструмента и так далее. То есть вы создаете некие, такое вот глубокое понимание в профессии в одном направлении, но всегда есть дополнительные. Врачи сейчас действительно, они знают, собственно, операции проходят при высокотехничном оборудовании. Некоторые операции проходят вообще дистанционно. Маркетологи сейчас, они больше вообще превращаются в диджитал-маркетологов, да, где нужно знать знания не только понимания аудитории, брендинга, но знать еще знания, там, я знаю, СММ, СЕО и других страшных слов. То есть нет сейчас профессии, которая вот просто инженер, такого просто не бывает. Нет профессии просто врач тоже, такого не бывает. То есть нужно вот действительно понять, а я какой, найти свою именно уникальность, исходя из тех талантов, которые есть. Можно соединить роботизацию и кулинарию, можно? Как? Что будет? Микс? Ну, например, там могут быть такие, как это, 3D-тортики, да, ну, кто-нибудь видел там в интернете, то есть, по сути дела, запрограммировали какое-то представление, и вот оно, интересный лицепт, я специально взяла совсем-совсем простой. Мода и программирование, безусловно. Можно понимать тренды, что у нас там люди скоро будут жить в 150 лет, тот же тренд роботизации, суперзрения, еще много-много других вещей, и найти, найти свою Т-образную модель. Поэтому я надеюсь, что каждый из вас в течение этого года учебного сможет понемножечку заполнять, исходя из своих интересов. А в чем у меня более глубокий интерес, что мне, правда, здорово интересно, а где все-таки у меня еще какие-то дополнительные, и можно соединять, не знаю, инженерное направление с вокалом? Да, пожалуйста. 100% есть какое-то соединение, и вы будете действительно очень уникальным таким представлением, развиты именно в этом. Поэтому всегда-всегда можно будет найти такие истории. А вторая история, которая чаще всего останавливает от того, чтобы сделать что-то большое, великое, именно то, что это слишком большое и слишком великое. Я думаю, что эту фразу слышал каждый из вас. О том, что слона надо есть по кусочкам. А с точки зрения конкретной практики, это, конечно, можно и так представить в виде вкусненького слоника. Но на самом деле, может быть, кто-то из вас слышал про такую замечательную вещь, как канбан доски. Кто слышал про канбан доски? Взрослые слышали, потому что все, что касается таких слов, как agile, гибкие системы управления, и всякие такие вещи, в которые вот-вот совсем вам придется идти, на самом деле, когда вы зайдете в компанию, неважно, это будет компания Ростелеком, это будет компания Google, это будет компания Яндекс, и в общем-то любые компании, в которые я заходила, там везде есть вот такая вот канбан доска, на которой люди отмечают, она причем как реальная, так она и виртуальная. И каждый из вас не сочтите за рекламу, я к этому не имею. Вот, есть там разные программы, есть бесплатные программы типа там Трелла или что-то еще, то есть по-другому, что семейные задачи внутри дома, то есть родители, которые знают эту технологию, могут спокойно это осуществлять на уровне домашних задач для детей. Это бесплатные программы, в которых вы ставите задачи. Что такое эти задачи? Это слон по кусочкам. Вы понимаете, что нужно написать дипломную работу, будет в конце. Для этого нужно определить тему, для этого нужно будет собрать там литературные источники, для этого нужно будет собрать интернет-источники, для этого нужно будет составить структуру этой дипломной работы и так далее. Понятно? Ну, то есть вы выделяете задачки, и каждая из этих задачек, она у вас получается в первой рамке, что необходимо сделать. Дальше вы это переводите, когда вы это подготовили, и потом вы фиксируете, когда это сделано. Очень просто, но на самом деле это такой факт, который вам поможет в школе учиться фактически гораздо легче каждый-каждый раз. И для того, чтобы все вот это вот применять, дальше самое главное, что должно остаться, чтобы наши эмоции нам стали действительно друзьями. Для этого, я уже об этом говорила, помните, что у нас есть три составляющие. Надо, чтобы эмоции помогали нам в принятии решений. А они мешали, потому что каждый хоть раз в жизни пережил ощущение, когда, ой, почему я это сказал, или почему я это не сказал, почему я это сделал, или почему не сделал. И здесь очень важно соотношение трех составляющих. Эмоции, смысл и тело. Вот как это так. И влиять на эту историю можно с любой точки зрения. Мы всегда как-то эмоционально воспринимаем какую-то реакцию, мы наполняем ее смыслом, а мы теперь знаем, что это вообще вопрос нейрофизиологии. И у нас есть некая наша телесная реакция. И сейчас мы получимся управлять этими составляющими. Первое, что можно сейчас прям попробовать, и давайте попробуем прям любую фразу произнести, то есть нужно эмоцию от себя отделить. То есть самое главное, что я не равно эмоция. Понятно, что я злюсь. Каждый может злиться, но я злилась. Я думаю, что каждый злился. Но я не знаю, что я злой человек в этот момент. Поэтому вот я не равно эмоция, это самый главный момент. Поэтому когда вы образуете, что я чувствую, потому что я хотел бы, то есть я чувствую радость, потому что начинается новый учебный год, и я хотел бы в рамках него реализовать новый проект. Или я чувствую злость, потому что я прибежала, ничего не успеваю, в доме все не убрано, а нужно еще доделать уроки и что-то еще, а я хотела бы, чтобы ты выполнил свое обещание убраться в комнате. И вот это гораздо проще, как бы такая фраза сказанная, чем действительно воздражение, с которым происходит. Поэтому вот это я чувствую, потому что я хотел бы, позволяет нам отделить эмоцию от себя, осознать ее, понять, почему она пришла, для чего она пришла, и убрать в сторону. Понятно? Вот. И для того, чтобы прямо потренироваться, очень хорошо помогает история такого переживания. То есть можно составлять на каждую свою эмоцию, чтобы ее понять на полный смысл, такие коробочки эмоций. Вот, например, радость. Какая она на вкус? Какая радость может быть на вкус? Шоколад? А можно там, Надежда, помогите с микрофоном? Будем с тобой. Какая радость на вкус? Вот давайте здесь. Скажите, как вы считаете, какая радость на вкус? Приятная. А, прям, какой-нибудь вкусовой. Сладкая, сладкая. Апельсиновая радость может быть. Замечательно. А какое у нее ощущение? Вот физическое ощущение. Хочекури по-аджольски. Хочекури по-аджольски. О, это про вкусы. Это про вкусы. А какое у нее физическое ощущение вот у радости? Про вкусы. Активная радость, это когда прям подпрыгнуть или что-то еще. А может быть, радость, это когда обнять. А может быть, радость, это когда, например, с маленькими ребятами вообще очень здорово берем такие перышки, начинаем щекотать друг друга, и более искренних радостных улыбок вообще очень сложно ощутить. Как только вы найдете для любых понятий радости, разочарования, счастья. Я искренне убеждена, что многие люди не испытывают счастья, потому что они просто не договорились для самих себя, что оно означает на уровне смысла, на уровне телесного переживания, ну и, собственно говоря, какая вот эта вот эмоция. Как только они ощущают вот эту вот коробочку из пяти эмоций, они действительно могут в это погрузиться. А можно сделать пять чувств любого предмета. Пять чувств физики, пять чувств географии. И через это, в общем-то, как-то для себя понять, вот любое, осознать любые абстрактные понятия, которые есть. Но еще самое замечательное такое использование этого инструмента заключается в том, что когда вы выйдете потом за пределы гимназии, вы можете буквально за одну минуту сделать одно упражнение. И оно развивает эмоциональный интеллект. А не как ваша на это просто. Когда вы выйдете, попробуйте превратиться в зрение. И вот сейчас прям так вот. Ну вот представьте, что все-все вокруг, вы будете смотреть вокруг, и действительно вот цвета, они как будто бы станут ярче. Мир как будто, вот вы увидите все-все нюансы, каждую травилку, каждый листочек, как вышли лепесточек, вот все как будто бы наполнится краской. После этого переключитесь на звук. И мир сделает вот так. Он расширится. Потому что можно услышать до полутора километров вокруг. И где-то будут птицы, где-то там дети, может быть где-то далеко машина. Но мир станет огромным-огромным по звуковым ощущениям. Потом вы перейдете на физическое ощущение. И вы поймете, что здесь уже солнце светит, а тут прохладно, а тут вот прям все-все, вот захочется плечи расправить, прям все вот это состояние. Потом даже вдохнуть аромат, а может быть у вас будет с собой кофе, или манговый сок, или вода. Вы сделаете глоточек, прям прочувствуете каждый-каждый этот вкус. Вот кто ушел не в разговоры, а прям вот попробовал даже сейчас переключиться, какое состояние внутри вот возникало от этого? Счастье, спокойствие, умиротворение. Успокойствие, умиротворение. Вы знаете, это очень-очень важно, потому что мы же еще даже отсюда не вышли, но кто вот ментально представил вот это путешествие, это ощутил. А когда вы это правда сделаете за пределами, да, это лучше всего делать на воздухе, вы это переживете, потому что наш мозг так устроен, еще такая маленький нюанс про мозг, кроме нейрофизиологии и смыслов, что когда у нас переключаются внимание с разных модальностей, то есть с визуальной, с аудиальной, у нас действительно возникает ощущение наполненности, того самого здесь и сейчас, которого нам всем не хватает. Поэтому по дороге в гимназию, после дороги в гимназии, по дороге на работу, с дороги на работу, вот три минуты делаем это упражнение, и состояние такого спокойствия, наполненности, действительно включенности вообще в эту жизнь, оно всегда-всегда будет с вами, потому что вы всегда сможете быть максимально адекватными для вот этого представления. Я могу сказать, что в рамках людей, которые, ну там, прям прокачивают эмоциональный институт, в рамках коучинга, почему-то такие очень серьезные, успешные предприниматели, они когда делают это много раз, дальше каждый из них делится, например, на таким впечатлением, разными словами, но смысл такой, приходя на работу, то есть проводя какую-то встречу, проводя какое-то совещание, вот это сразу вижу, слышу, там, ощущаю. Может быть, помните, был фильм с Кэмбербэтчером, Шерлока Холмсом? Смотрели? И помните, да, там, там прям стрелочками визуально, так, здесь, значит, что-то у нее было испачканно, она там не журналист, она там кто-то еще, или наоборот, она там не ученик, она там журналист, и вот это вот считывание, фактически, ну чуть-чуть, вы станете вот такими Кэмбербэтчерами, или Шерлоками Холмсами, это уж кому как больше нравится, потому что возникает такое ощущение, и правда вам становятся очевидны какие-то вещи, которые вы и не замечали. Вы настолько начинаете управлять этим пространством, чувствовать, кто сейчас скажет, чувствовать, почему это произошло, видеть нюансы, эмоции, и вот это вот все превращается в такой огромный ресурс. И тогда вы сможете в ситуации, из-за которых конфликт 90% всех вообще проблем коммуникации, действительно решить. А про что мы сейчас это и узнаем. Вот это вот цепочка намерения, поведения, которое происходит, и значения. И сейчас на 5 минут у меня будет небольшой спич, но я вам обещаю, что после этого ни один человек вас больше никогда не сможет обидеть. Ну, по крайней мере, вы не обидитесь, будет ли это вот так корректнее. Вы не обидитесь больше ни на одного человека. Почему? Это очень важно. На самом деле 90% коммуникации между родителями и детьми, между одноклассниками, между сотрудниками, неважно, оно вообще между всеми, между супругами, оно строится по цепочке. Намерение, поведение и значение. И вот самое главное, в это очень сложно поверить. Но намерение каждого человека, это правда факт. Каждого, каждого намерения абсолютно всегда позитивно. У самых ужасных поступков, у самых услаженных, ужасных действий, вот то намерение, с которым есть, оно позитивно. Оно может быть осознанно или неосознанно. Поэтому даже когда кто-то кричит, кто-то ругается, что-то еще происходит, намерение позитивно. Дальше есть действия, которые часто могут быть позитивным и негативным. А еще бывают ситуации, что есть значения, которые ему придают. Опять-таки, может быть позитивно или негативно. Давайте на примере. Такой немножко неприятный, может быть, пример, но не для этой аудитории, но вы сможете это представить. Есть неофициальная статистика, что 80% мам начинают кричать на своих детей в момент выполнения домашних заданий в начальной школе. Ну, 80% мам, кто-то, в общем-то, намерение этих мам, поверьте, крайне позитивно. Примерно комплекс возникает в следующем. Я хочу, чтобы у тебя все получилось. Я хочу, чтобы ты пошел потом в замечательный вуз. Я хочу, чтобы Мария Ивановна тебя там в школе не ругала. Я хочу, чтобы у тебя было больше свободного времени, поэтому хочу, чтобы ты побыстрее сделал это домашнее задание. А если мама еще сама была отличницей, это еще такой вот усугубляющий момент. Но намерение мамы абсолютно позитивно в этот момент. Поэтому если кто-то когда-то понимал, что родители ругаются из-за каких-то моментов, вот, кстати, вот, и о том, что это действительно намерение позитивно. Но что происходит? Мама устала, или мама действительно не может никак, видите, она уже представила, он же сейчас, я не знаю, в ГИМО пойдет, еще куда-то. А сейчас он палочки неровно рисует. Некоторых мам действительно в этот момент, ну, прям вот, можно жарклона скажу? Их плющик. У них такое состояние, им прям плохо в этот момент. Понимаете? Вот. Поэтому мама что делает со своим позитивным намерением? Она кричит. Это не позитивно. Согласны? Дальше еще представление. Как вы думаете, наш ребенок начальной школы, мы это когда-то там, не это переживали, а мы помним там, да, вот наших одноклассников как. Что он думает в этот момент по поводу мамы? Мама злая, мама, ты меня не любишь, ты не хочешь, чтобы я получилась, ты не хочешь, чтобы у меня было свободное время, и так далее, и так далее. И это трагедия, что абсолютно намерение, я тебя люблю с этой стороны, то ты меня не любишь, не хочешь, чтобы я получилась здесь. И так во всем. Поэтому давайте разберемся, что с этим делать. Как сделать так, чтобы наши намерения действия и значения совпадали? Ну, начнем с простого. Бывает же еще так. Пусть мама немножечко там отдохнет, успокоится, да, из нашего примера. Бывает намерение позитивное, действие абсолютно адекватное, но значение этому предали какое. Я пришла нормально, в общем-то, вечером. Я даже позвонил, предупредил, что задержусь. Все вроде нормально, но какое значение этому предали? Вроде ничего плохого не сказал. Ну, давайте так, анекдот для взрослых. Ну, он нормально, да? 18 плюс, но его точно поймут взрослые. А вы там, может быть, лет через 15. Муж с женой едут, ну да, они в браке, лет 15. Ну, то есть все хорошо, в целом все абсолютно нормально. Они едут в машине, в гости, вечером. Он за рулем, она рядышком. И тут она поворачивается в сторону и видит кафе, где он когда-то ей сделал предложение. Такие романтические чувства на нее нахлынувают. А так смотрит, и в лучших традициях. Девочки, вы скоро тоже будете так делать, может быть, но тебя не будете после лекции. Она говорит, дорогой, хочешь кофе? Понимаете, вот дорогие, вот они здесь есть, они подтвердят. Они отвечают на поставленный вопрос. Да, да, да. Поэтому, понимаете, машина в гости, светофор, мы едем к Иванову, какой кофе? Он нормально ей ответил. Он ее не бил, не кричал, он ничего, он просто сказал нет. Но это нормально, да? Но вы понимаете, да, что было за этим нет? Ты меня не любишь, ты не ценишь 15 лет нашего брака то кафе, в котором когда-то ты мне сделал предложение. Ну, в общем, это, конечно, анекдот, но я думаю, что каждый из нас так или иначе иногда бывал в похожих ситуациях. Поэтому, если мы хотим, чтобы нас услышали, нас поняли, самый простой способ, я говорю, переформулируем и говорим про... как это? Говорим правду. Вы, дорогой, ну их этих Ивановых, пойдем в наше кафе, и здесь уже совершенно другая реакция происходит, в общем-то, с той стороны. То есть это правда, я не знаю почему, знаете, ну, человек говорит, ну, это очень много причин. И культурный момент, мы не говорим на языке эмоций. И воспитательный момент, когда нам нужно вот привлечь еще совсем, совсем с маленького возраста, нам нужно отвлечь ребенка, мы говорим, ой, смотри, смотри, вот какая здесь эта, а ложечка за маму, ложечка за папу. Мы начинаем играть вот с самого маленького возраста, нам приходится иногда действительно играть, и, ну, знаете, такая естественная манипуляция для того, чтобы привлечь внимание ребенка, замотивировать его что-то сделать. И это становится нашим мышлением. Но в определенной стадии возрастления мы можем себе позволить сказать прямо, мне важно, чтобы ты выбрал тот вуз, который бы ты хотел. Мне нравится тот, 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 тот. Я готов тебе дать те возможности, которые... Но мне важно услышать, который будет вуз у тебя. Какие у тебя таланты интересны, давай вместе с этим найдем. Мне... Я правда очень расстраиваюсь, когда проходит 20 минут, а ты не сделал ничего. Я вот зашла, а у тебя опять написано «Домаш», и у меня «Я работа» так и не написано за 20 минут. Я очень расстраиваюсь в тот момент, когда... Давай договоримся, у тебя будет время, мы вместе пойдем туда-то, что-то еще, мы вместе проведем время. Но меня эти 20 минут расстраивают. Но давай найдем тот способ через канбан-доску, через переформулирование, через какие-то еще моменты. Давай найдем способ, как мы можем договориться. И вот это искреннее понимание своего намерения, почему я сейчас кричу, почему я сейчас раздражаюсь, не зажимание. Вот к нам пришла какая-то эмоция, значит, это для чего-то нужно. Если я раздражаюсь, значит, не просто так. Значит, мне правда, из-за этого меня что-то тревожит. А дальше вопрос. Я раздражаюсь, потому что я устала и не спала до этого, ну, там, не знаю, много работала, я поэтому раздражаюсь. Бывают такие ситуации? И честно сказать, знаешь, я на самом деле очень устала, поэтому я пойду погуляю, а ты делай дальше свою домашнюю работу. И это будет честнее. Вот. Или я раздражаюсь, потому что, ну, мне правда, настолько принципиально, чтобы именно русский язык ты выучил хорошо. Дальше нужно в себе покопаться и думать, а почему мне так важно, чтобы он русский язык выучил хорошо? Точно ли это важно? Ну, и так далее. И вот это вот честное признание вот этого намерения внутри себя, оно очень важно. Вот давайте прямо на примере, как все с этим делать вот, да, в жизни. Честно определив это намерение, мы сможем дальше поменять поведение и найти новый способ значения. Например, может быть, даже кто-то из вас уже приобрел этот навык, я бы сказал, что я сказала, талант, а взрослые, ну, 99%, есть такое страшное слово прокрастинация. Слышали такое слово? Это на самом деле откладывание самого важного на последний момент. Оно совсем не ругательное, оно вот обозначает вот такие вот вещи. Кто страдает прокрастинацией? А знаете почему? Какое намерение? У этого на самом деле есть несколько вариантов, но одно из намерений прокрастинация заключается в следующем. И сейчас вот наши ребята, они как раз сейчас в возрасте приобретения этого навыка, очень активного, потому что наш мозг, на самом деле, когда прокрастинируют, его чаще всего намерение сделать что-то эффективно. Как это так? Почему это происходит? Да потому что мы все пережили вот присутствующий здесь такой опыт, как нет такого экзамена, которому нельзя подготовиться за последний момент, а если кто еще в стадии карьеры там проходил, значит, говорит себе руководитель, слушай, или там клиент, выполни вот такую-то задачу и так далее, ты приходишь, говорит, да, да, ну там на ранних стадиях там нужно же как-то себя проявить, показать, выполнишь, выполню, выходишь из кабинета руководителя, думаешь, ну там, что-то думаешь, думаешь, ой-ой-ой, как же я это сделаю, но самое интересное, что потом садишься и делаешь. Было такое? И вот этот момент адреналина, достижений, бегом, 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 действительно приучил наш мозг, что в ситуации стресса мы работаем хорошо. И дальше он делает, он играет с нами очень интересную штуку, он пытается нас вогнать в состояние стресса, чтобы мы сработали хорошо. Поэтому за прокрастинацией одна из, за этим откладыванием важных дел на последний момент, один из таких намерений, это как раз реализация этого сделать хорошо. Но осознав это, будучи честным по отношению к самому себе, я действительно смогу выдохнуть, понять, окей, теперь моя задача научиться это делать, ну, по кусочкам, берем слона, берем канвандос, китайский, все что угодно, переформулируем, с этим работаем. Понятно? Поэтому в любой ситуации, когда к вам пришла какая-то эмоция, что мы можем сделать? Вот самое главное, честное намерение, почему она ко мне пришла, почему я сейчас воздражаюсь, или почему я, ну, там, радуюсь в том числе, да, почему сейчас мне не хочется это делать. И вот честно, честно, честно докопаться, что же за намерение за этим стоит, и дальше работать с этим намерением. И чтобы мы уже так прям завершили и сделали такой очень правильный момент, сделаем две вещи. Так, 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 так. Во-первых, мы не забудем про тело. Ага, окей, мы сделаем так. Мы сделаем две вещи. Значит, для того, чтобы прямо на себе попробуем ощутить, как же это происходит. Для этого нужно будет встать. Давайте все поднимемся. Давайте все поднимемся. у нас я буду слышно меня. Не, 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 я там дождился. Смотрите, вот нам нужно, мы сейчас очень хорошо это на себе поймем во время выполнения физических упражнений. Вот с нашими как раз маленькими ребятами очень хорошо, а на самом деле на самих себе. Вот если просто сказать, ну, давайте вот, ну, руки вверху поднимаем, ну, немножко вверху поднимали, ну, немножко подвигаюсь, все подвигались. А вот по-настоящему пережить максимально глубокое ощущение, вам нужно даже будет сейчас выдвинуться сюда, в коридор. Мы сейчас сделаем такое, прям, несколько таких активных упражнений. Я даже разуюсь ради этого. Вот. Мы сделаем таких комплекс из четырех упражнений, которые позволяют ввести себя в рабочее состояние фактически в любой момент. Рекомендую каждое утро. Значит, первое, мы становимся, вот, называется, поза героя. У нас одна нога загружена, вторая вот так, ножки на руки параллельно. Ну, мы не просто это делаем, мы говорим, я сильный, как герой. Нет, плохо слышу. Еще раз. Я сильный, как герой. Теперь в другую сторону. Симметрия очень важна, но это отдельная лекция. Еще раз. Я сильный, как герой. Я сильный, как герой. Вот чувствуете я сильными в этом моменте. Мышцы прям дополнительно запрепили. Так, теперь, ну, понятно, в общем-то, кто готов, значит, нужно иногда войти в состояние баланса. И мы говорим, я спокойная и добрая, как дерево. Давайте попробуем найти в себе баланс, точку баланса. И говорим, я добрая, как дерево. Так, и тоже на вторую ногу обязательно. И говорим, я добрая, я добрая, как дерево. И вот знаете, ведь даже голоса другие, потому что, а теперь еще, значит, на горных лыжах, я думаю, катались, значит, там, ну, это не совсем, конечно, такое положение, ну, так, представим. То есть, так, становимся, горы, но только руки наверх, так вот, и я, как это, я храбрый, как лыжник, вот так. Я храбрый, вот так. Пенал, приклась, все напряглось, ну, и в другую сторону тоже сделаем, я храбрый, как лыжник. Но на самом деле, кто чуть-чуть с йогой сталкивался, там есть такой еще, она называется поза собаке, бордой вниз. Мы ее с ней сделать не будем, вот, вот у нас замечательный, вот, наш герой, вот, на самом деле, я дружелюбный, там, это можно будет сделать дома, но теперь можно присесть, будет на кресло, со словами, я мудрая, как сова. И вот это состояние, я мудрая, как сова, и вот на самом деле, если после этого еще сделать вдох и выдох, то состояние, вот, наполненности, да, и представления, что здесь очень важно? Мы не просто, когда мы просто скажем, я мудрая, как сова, я сильный, как герой, ну, как-то скажу и скажу, но никакого внутреннего переживания нет. Как только мы начинаем, просто сделаем, что-то такое есть побольше, но тоже как-то не очень. А когда мы это все вместе объединяем, оно дает максимальный эффект. То есть, когда эмоция, смысл и тело объединяются, они нам дают максимальный эффект. И что, как нам это еще помогает в наших ситуациях, когда вот с намерением, про которое мы говорили. Ну, вот, потому что в момент, когда, ой, потому что в момент, когда все понимаем, разобралось со своим намерением, оказывается, я очень переживала, чтобы он куда-то там в этот вуз поступил, все. Но дальше, что мне говорят мамы? Все понимаем. Но прихожу, вижу вот этого домашь. И все. Начинаю кричать. Или руководители, на самом деле, многих компаний, говорят, слушайте, раздражаюсь при разговоре с сотрудниками. У них на самом деле все тот же эффект. Они очень хотят их развить, поэтому раздражаются. Что в этой ситуации делать? Вот дальше экспресс-помощь в любых ситуациях, если вам не нравится ваша эмоция, это ваше тело. Поэтому мамам я рекомендую, вот только почувствуй это, сядьте на пол. Не помогает, ложитесь. Потому что лежа, кричать на других неудобно. Попробуйте. У всех это. И вот эти, вот этот момент, когда вы перерываете физическим состоянием, можно попрыгать что-то еще. То есть когда вас не устраивает, вот, и сразу эмоция другая. Поэтому вот на всю, на всю жизнь раздражает, вот что-то раздражает, и чувствуете, оно крутится, крутится в вас, и ничего с этим не делает, ничего не сделает. Значит, в этот момент садимся, ложимся, прыгаем, герой, все что угодно. Я думаю, что можно будет отсюда понабрать, или в общем-то еще выбрать какие-то другие новые. Но просто вот эта мысль, что всегда эмоция, смысл и тело, они находятся в этой единой триаде, с которой всегда-всегда вы сможете управляться, вот, вот эта вот наша триада. И что бы ни произошло в вашей жизни, какие бы навыки вы не хотели проявлять, что бы сейчас, какая эмоция ни пришла. Вот две, такие три заключительные фразы, которые, ну, как я очень надеюсь, сделают этот учебный год максимально приятным, эффективным, ну, и другие эпитеты. Первая история, мы помним, что на самом деле смыслы, это не вопрос философии, это вопрос чего? нейрофизиологии, да? Ямки выпуклости, помним? То есть, если мы хотим что-то увидеть, мы это видим, и мы это с вами убедились, и т.д. Если нас не понимают, мы пытаемся переформулировать. Мы можем дорисовать, мы можем это объяснить, через, там, изобразив это, мы можем это действительно просто словами по-другому рассказать, мы можем найти другое решение, и тогда нас действительно поймут, и мы найдем решение. Более того, еще и каждый раз, когда мы получаем какое-то знание в школе, за счет переформулирования, структурирования информации, систематизирования, действительно, ее решение при помощи разных технологий, вплоть до того, что мы можем составлять, переживать эмоциональную реакцию каждого из каких-то заданий, это позволит нам лучше запомнить эти задания. Дальше мы поняли о том, что на самом деле, что бы с нами ни происходило, всегда есть намерение, намерение, но всегда позитивно. И в нас самих, если мы даже делаем что-то нехорошее, за этим есть абсолютно позитивное намерение, надо просто найти его и найти другой способ представления. А почему вас никто, почему вы на кого не будете всегда обижаться? Я не ответила на этот вопрос, и это неправильно. Потому что мы же теперь и правда знаем, что намерение других людей позитивно. Действие не всегда. И когда вас кто-то обижает, это вообще не значит, что вы должны прощать эту, ну, как бы, позитивность намерения не извиняя в некорректности действия. Просто вы дальше принимаете решение. Ну, например, есть люди, которые, смотрите, они и хотят развить самооценку. И можно что? Можно учиться в гимназии с Колково, можно, ну, каждый день делать вот такие упражнения, выучить китайский язык и сделать еще что-то выдающееся. И чувствовать себя лучше. Но некоторые считают, что это слишком тяжело и долго. Тогда они делают вот так. И они говорят другим людям, ты там не такой, ты там не это, ты что-то неправильно делаешь. И пытаются, ну, то, что называется, унизить другого человека. И здесь два варианта. Вариант первый, что на самом деле, как в том анекдоте, он вовсе не пытался унизить, а он просто как-то мы не так восприняли. И тогда, значит, на самом деле нужно понять намерения этого человека, почему он это делает. Может быть, у него действительно ему плохо в этот момент. Еще что-то. Или он не сумел правильно выразить, не дав конструктивную обратную связь, как говорят там психологи. Ну, то есть, мы можем с этим разобраться. Или мы понимаем, что он просто самоутверждается. И наше прямое сообщение о том, что, ты знаешь, я понимаю это ваше намерение, но со мной такая коммуникация не нужна. Давай мы с тобой всегда сможем обсудить, договориться о смыслах и решить нормальную задачу. Если этот человек услышит, проблема будет решена. Если не услышит, ну, может быть, не надо общаться с этим человеком. Но точно мы не будем внутри переживать. И тогда каждая эмоция, которая бы к нам не пришла, от самой-самой большой радости, счастья и переживания, от какого-то непонимания, раздражения, чего-то еще. Мы понимаем, что это такой айсберг, вершина айсберга, и там есть еще некая глубина. Почему эта эмоция возникла? И вот эмоциональный интеллект, как раз умение понять энергию этой эмоции, вообще движение, потому что этимология слова эмоции, это движение, и направить ее в то состояние, которое есть. И тогда все навыки, про которые я рассказывала, будущее, и все остальное, вы сможете освоить. А последняя моя фраза, при всех навыках, при всем знаниях, которые вы узнаете в этой гимназии за этот год, есть один ключевой навык с моей точки зрения 21 века, это навык быть счастливыми. И поэтому я очень искренне всем желаю каждый день этот навык осваивать, развивать, и они вам помогут в вашей профессиональной и личной жизни. Спасибо вам большое. Нашему герою я маленький подарочек, чтобы он мог делать все эти упражнения и они сюда, держи. Вот. Спасибо. Успехов вам в этом учебном году. До свидания. Спасибо. Спасибо.